Чтобы не происходило таким образом, что те гениальные, талантливые молодые люди, которые могут внести существенный клад в развитие нашего государства, нашей экономики, нашей науки, промышленности, начали уходить за рубеж и работать на дядю, на чужого, нужно им показать и дать возможность получить хорошее образование в нашей стране, с тем, чтобы потом, после окончания вузов, подключиться к решению тех серьезных проблем, которые существуют в нашего государства. Жизнь показывает о том, что гении и талантливые люди в первую очередь рождаются не в дворцах, а в хижинах, и мы это должны прекрасно понимать. Но со своей стороны мы предлагаем, какие критерии, это безусловно отличная учеба в школе, второе это участие в олимпиадах и международных, в том числе международных олимпиадах и победы на этих олимпиадах, и третий критерий это общественное поведение. Конечно, если отличник стоит на учете в детской комнате милиции или полиции, то, наверное, такому школьнику вряд ли достанется стипендия. А где взять деньги для того, чтобы в том числе и решать вопросы с образованием? Я хочу сказать о том, что когда мы обсуждали бюджет нашей страны, Геннадий Андреевич Зюганов неоднократно называл целый ряд источников пополнения бюджета, которые могли бы работать на нашу страну. Это и национализация нефтегазовых ресурсов страны, чтобы большая часть доходов от продажи нефтегаза шла не в карманы Абрамовича, а в карманы нашего государства. Если мы даже вот эту акцию проведем, мы увеличим бюджет примерно в два раза нашей страны, только на нефтяных деньгах. Плюс еще необходимо ввести и налог на сверхбогатых людей, и возможность введения прогрессивного налога и так далее. Если реализовать те предложения, которые мы вносим, значит денег на выплату стипендий и поддержку образования вполне будет достаточно. Редактор субтитров А.Семкин